Что год грядущий нам готовит? На самом деле несколько изменений в разных сферах. В скидке по штрафам ГИБДД, новые санкции к должникам, индексация пенсии. С 2016 года вступают в силу изменения в нескольких законах. Подробнее о самом важном в нашем следующем материале. Длинные полки с коробками и в каждой сотне исполнительных производств по самым разным вопросам. Злостных неплательщиков только по алиментам. На сегодня в городе более 2,5 тысяч. Более 1600 в Алакжан систематически не оплачивают штрафы ГИБДД. Но уже с 15 января 2016 года к ним будут применяться новые санкции. Такие должники рискуют остаться без водительских прав, если сумма их задолженности превышает 10 тысяч рублей. Два механизма лишения должников управления специальным правом. Первый. Если по названным мною категориям должников в основе взыскания лежит судебное решение, тогда судебный пристав самостоятельно в праве вынести такое ограничение, которое утверждается его руководством, то есть старшим судебным приставом. Если же в основе долга лежит несудебное решение, например, совокупность штрафов ГИБДД, то в таком случае судебный пристав обязан обратиться в суд и попросить суд применение к должнику указанную миру. Только в Вологде прав могут лишиться около 5 тысяч жителей. Причем, если вопреки запрету должник все-таки сядет за руль, его ждет лишение прав на год или до 50 часов обязательных работ. Но ждут в новом году водителей и приятные новости. С 1 января 2016 года вступают в силу поправки в федеральном законодательстве, в связи с которыми у нас меняется система оплаты штрафов. То есть, именно если гражданин получает штраф и оплачивает его в течение 20 дней, с момента получения постановления на руки, то он оплачивает только половину штрафа. Но есть в этом случае исключения. Скидка не будет распространяться на штрафы за грубые нарушения. Например, пьянство за рулем, повторный проезд на красный свет и тому подобное. Будут в новом году изменения в социальной сфере. В частности, это касается использования средств маткапитала. К приобретению жилья, оплате образования и пенсии для мамы добавится четвертый пункт. Можно потратить его на реабилитацию детей-инвалидов. Незамесимо, какой первый, второй или третий ребенок. Как это будет происходить, пока не ясно. Но с 1 января будущего года Пенсионный фонд уже готов принимать такие заявления. Кстати, напомним, программа материнского капитала продлена еще на два года. А вот сумма выплаты не изменится. Будет составлять чуть более 450 тысяч рублей. А вот пенсии проиндексированы будут на 4%, но только для неработающих пенсионеров. Это еще одна поправка в закон. С 2016 года у нас работающие пенсионеры будут получать пенсию без учета индексации. Это касается только страховых пенсий и фиксированной выплаты, которая уходит в состав страховой пенсии. Поэтому индексация страховых пенсий с февраля 2016 года будет только распространяться на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата связана с тем, что работодатели у нас на 30 сентября сдали отчетность за 3 квартал 2015 года. И по этой информации мы определяли факт работы или неработы пенсионера. Те пенсионеры, которые уволились после 30 сентября, должны принести трудовую книжку в отделение пенсионного фонда, сообщить о факте увольнения, и их пенсии будут также проиндексированы. Отметим, что и все последующие индексации, которые пенсионер пропустит за время работы, будут после увольнения к его пенсии добавлены. Еще одно изменение ждет владельцев квартир. Налог на недвижимость в новом году будет исчисляться, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной. При этом ставка определена единая – 0,3% от установленной кадастровой стоимости квартиры. На практике это значит, если стандартная трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров построена 15 лет назад, ее инвентаризационная стоимость чуть более 1 миллиона, а кадастровая – 2,5 миллиона. При ставке по старым правилам налог составлял примерно 11 тысяч, по новым будет чуть меньше. Незначительно уменьшится налог и для нового жилья, но платить его по новым расчетам в Алакжане будут только в 2017 году. В 2016-м они отчитываются еще за этот год.